приветствую вас дорогие зрители у микрофона григорий продолжаем играть в игру the forest и последней серии мы занимались строительством 2 2 плота и наконец-то мы его достроили так сейчас случайно ударил мы его достроили и на нем поставили он плавает он смотрите крокодил на нем поставили сушилку сушилку для мяса так помимо сушилки чтобы я хотел на этом плоту и пить я бы сюда поставил бы такой вот череп светящийся очень удобно надо сказать потому что у меня был опыт установки на предыдущий плот ну и очень я думаю здесь тоже он не помешает так до освещение ну вот такой сигнал подойдем поближе сюда и займемся охотой на крокодилов потому что они дают мне приличное количество мяса и шкур на мясо мне как раз здесь нужно так и надо еще подумать о этом сборщике воды очередном но для этого не придется прогуляться в любом случае так ставим наверно плот здесь даже могу отплыть немножко чтоб он никого не смущал да пускай тут сушится все очень здорово получилось мне прям очень нравится так только немножко ополоснемся о ничего себе рыбу рыбу зарубил дает тоже повесим повесим ее сушиться да не кстати конечно тяжеловато на нем стала перемещаться на этом плоту но что ж я думаю может быть вот эти мазки над водой которые они бы решили кучу проблем но не хотелось бы уж прям вот так откровенно все застраивать тут так это все выглядит как некая некие супер возможности человека потому что я реально все так строю быстро как не бывает жизни так сейчас мы зайдем сюда вот только наверно перекусить я вот думаю а где все мое мясо воды тоже нет ну ладно тогда я прогуляюсь до того убежище куда делась мясо кто знает вот я например не знаю куда делась мое мясо вероятно прибежала орава этих дикарей и поела его и это как бы неожиданно для меня потому что я запасал там приличное количество и они меня оставили без еды кстати хорошая тактика это у них там ломал эти ловушки рыбацкие вот но может быть они ответили мне тем же и так идем к идем к моему старому убежищу сейчас надеюсь там или или поедим или так это куда взялся ну в смысле приготовим мясо или просто а я кстати не взял кстати я не знал что он может этот силу накапливать смотрите замах держать а долги у него получается на что меня сил вообще нет не осталось так мясо есть ладно думаю просто пойду и соберу операх смолу потому что смолы уже совсем мало осталось так что ждет честно горякая жалко что они не кончаются то есть хотя с другой стороны может быть это было бы не интересно если бы не кончались ну сколько бы здесь могло быть на острове этих людоедов до того как мы бы их перебили всех не могли бы появляться но все реже реже любой стороны могли бы там рейд устраивать за ними но но как-то сбалансировать конечно пришлось бы все это так что тут палочки 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 мне нужны да сейчас сходим за панцирем за нашего убежища первое то есть за этой за едой скорее всего покушаем в любом случае уже выжить и не больно все так с этим тоже разобрались жалко это ловушка не работает толком и те кролики кстати обещанные я вот узнал что кроликов если в клетке держать они начинают плодиться что-то не особо там не плодятся а как много мы уже здесь прошли честно говоря уже этот остров стал как дом родной наверное да заполним мы во-первых бурдюк сто процентов да что еще пожарю мясо кстати тут то есть хоть сюда тут все висит смотрите здесь они не добрались видимо до моих припасов я думаю это скорее всего именно были съеденные мои припасы вот даже колу смотрите можно еще брать то есть у меня уже мало этих запасов осталось и там висит мясо один только вопрос точно ли она не порченная она мы это узнаем сейчас когда возьмем его потому что это мясо уже лежит здесь очень долго что-то здесь вот только ветер поднимается rabbit козак съедобный сушеный войдем пару все равно сюда редко заходим поступаешь и просто смыть и всю эту кровь себя и пойдем тогда за припасами которые находятся смотрите здесь тоже все пропало видно из огорода надо постоянно что-то собирать иначе иначе все пропадает так палки собраны так ладно это еще тоже на все соберем потому что здесь это не нужно а тряпочки мне всегда пригодятся вообще тряпки есть по-моему самый ходовой товар потому что практически в любом крафте эти тряпки используются так палки не берутся тогда мне надо сюда пойти за черепашьими черепашьими панцирями так они где тут вот они вроде где-то были около контейнеров интересно как сделать так чтобы эти дикари мне поклонялись я слышал что в этой игре есть возможность сделать так чтобы они вставали на колени передо мной ну мне не ради какого-то тщеславия хочется это а просто ради того чтобы узнать как это делается мне надо им что ли мясо давать при встрече наверное да так схема электрическая это мне нужно для моих бомбочек так тряпка что внизу а это все лишь навсего веревочка что ж наступает вечер а мне ухты камни палки а мне надо скорее всего за этим за панцирем ну и заодно прихватил уже своей этой первой базы какое-то пропитание дополнительное так что ж бутылка да а бузы я больше не могу брать ну понятно а вот и рез по этих получается здесь подожжем костер черепашка извини пожалуйста но мне нужен твой панцирь укройняк просто нужен так и мясо конечно же оплоснуться так один панцирь есть до бутылки больше не собираются и что ж пойдемте тогда наверно куда сторону нет сейчас а вы знаете я переночую наверно на этой на яхте нет смысла держать огонь в руке контору только демаскировать так кстати что тут окажется там веревка была еще пройтись придется так близко до этой до этой яхты до этой яхты ну и помимо прочего еще до нее доплыть надо в любом случае кстати да сейчас мы думаю должны все таки успеть я вот думаю может быть нам совершить какой то о так старый этот подобран ой забыл я же про этот про смолу который хотел собрать ну ладно тогда может быть на обратном пути и удалю вот этот вот маркер хотя лан пускай будет связываться с этими маркерами на что он не влияет я думал вот эти как назвать то пупыри вот эти вот которые можно взрывать вот эти каменные такие образования да которые взрываются и там что-то открывается я думал от них какой-то толп я думал там скрытые пещеры под ними или что-то еще интересное оказалось что просто тратишь бомбу целую для того чтобы рвануть ее а под ней оказывается там веревка какая-то ну то есть я бы это понял бы если бы игра как бы давала нам минимально лута какого-то да и было невозможно ничего себе рубится ухты акула отрубленная голова акулы обалдеть если бы нужно было этот лут искать большим трудом таким который вообще просто невозможно было бы ничего найти это было бы понятно но на что получается что мы лут везде валяется все навалом и мы целую бомбу тратим для того чтобы взорвать этот пупыри ну странно как минимум то есть никакой там не супер оружие вам ничего нету такого ну что такое вот развлечение на опять тут эти все яхты к тем называют открытки все эти колы так баллон взяли да взяли же не баллон не взяли до голова эти всякие интересные штуковины ладно сразу спать да поспали тем не менее и что у нас тут есть возьмем ткань ткань ткани нам нужно ну и все наверно кстати что на сухое тут есть на не будем сейчас тратить вяленое мясо мы сейчас приготовим себе просто обычное обычное мясо тем более где-то здесь у меня был костер давно я как-то его тут заводил где он прогорел что ли ну а не беда сделаем еще один еще один костер так это сухой сырое сырое мясо сухое 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 да это маленькая маленький кусочек давайте его тоже так приготовим может быть это нам даст просто на большее время запас калорий так кстати здесь хорошее место для постройки корабля вам не кажется может быть нам заняться этим вот поел очень плотно надеюсь что это мне хватит на долгое время да я думаю здесь будет отличное место для отличной верфи что мы сделаем здесь как вы думаете давайте исходя из того что здесь такой доступная доступная лес очень близко к воде я думаю нам просто достаточно здесь к вот такой поставить корабль приступаем как во времена петра первого закладываем флот свой посмотрим насколько все это дело будет мореходно вот для плавания по океану у нас будет трансконтинентальные морские линии кстати было бы интересно если бы помимо этого острова может быть еще какой-то другой остров был рядом который не видно было его нужно было бы искать так всего-то каких-то 48 48 бревен да какая мелочь так вот почему только не собирает он смолу я не вижу ведь при рубке деревьев тоже смола собирает а вот листья собраны а смола что-то не видно смолы так ветки ветки они берутся пойдемте добро пожаловать на строительство судно строим наш тихоокеанский лайнер так что ничего не залетело вроде да он кстати цветочек чем в воздухе висит вот не понять не пойму и не на воде он стоит а именно почему-то в воздухе когда строишь его корабль он подвисает в воздухе так 16 мы уже уложили так это туда да да сразу что ли вот ну процесс идет на самом деле конечно может быть несколько утомительно но не так уж и медленно вот она вырубка остается после нас но хоть не потоп да и и с помощью этого думаю кораблика хотя может быть он очень медленно плавали я честно говоря не проверял может мне надо было маленький строить но в любом случае это не помешает а да и надо еще не забывать что в нем мне кое-какое оборудование понадобится которого нету а именно сколько у нас там 19 бревен осталось так перед тем как я продолжу избавлюсь вот от этого я просто очень надеюсь что вместо этих пней потом появится еще еще деревья появится когда-нибудь вот поэтому я их разрушаю и кстати я честно говоря не знаю почему разработчики вообще ввели возможность разрушения этих пней скорее всего на мой взгляд именно из-за того что на их месте может вырасти свежее дерево то есть новое молодое дерево в любом случае я так думаю так продолжим валку хорошо хоть нас пока никто не отвлекает ну раз сказался значит появится это закон подлости известное дело вообще сухое какое-то дерево было ну тем лучше хоть не не живое кстати для постройки корабля конечно сухое лучше чем свежее кстати там достаточно сложные технологические процессы нужны для грамотного строительства судно но здесь строится какой-то плод который трудно судном конечно назвать жалко что не строится просто плод плоское такое не знает дом вот этот вот плод в виде дома он несколько как сказать аляпистый что ли как-то наивно это ну слишком круто по-моему вот а если просто вот такую большую платформу бы строил там допустим из нескольких как бы вот этих маленьких да то на ней бы может был уже и дом построить самому вот это было бы здорово конечно а это слишком просто получается ну ладно может быть когда-нибудь что-то изменится так подождите что там рявкнул то не так уж много осталось нам думаю просто все лучше будет перемещаться вдоль берега по воде и заодно сможем остров оплыть осмотреть его с другой стороны сколько семь осталось да у нас семь бревен пять ни то ни сё так так то есть одного нам два дерева сону понадобится для этого так два дерева надо же какие-то какие-то белые ягоды белые ягоды белые ягоды я никогда тут не ел и что-то у меня особо пробовать их не хочется поэтому без них как нибудь пока да энергия конечно у меня совсем уже пропала наверное так сказать проще не ушла даже а пропала потому что синяя полоска основная запаса сил внизу а это у меня еще выносливость это общая выносливость да наверное вот а это как это сказать общий ну это просто запас сил а то вносливость общая кстати давно я не был в пещерах а мне интересно изменилось мое самочувствие насчет меняемости да 87 судя по всему пещеры очень негативно влияют на меняемость персонажа поэтому а вот здесь вот свалилась мне та самая смола наконец-то поэтому надо все время делать периодически выходить из пещер а тут два дерева аж было я думал вот такой толстый все два дерева сразу срубил обалдеть ну ладно что ж тогда по-моему а ну да там одно надо было всего-то да так это у меня так развернемся немножко назад да чтоб можно было зайти проще так так хорошо давайте теперь оборудуем это дело не дело конечно а наш наш отличный дом так я хочу в первую очередь поставить здесь костер вторым делом я здесь хочу поставить кровать ну как на том наверное начнем с простого простого где эта кровать тут жилище а во первых кстати коллектор возьму-ка я здесь поставлю коллектор для воды ну как без него то куда следующее думаю подождите здесь нельзя никакую лестницу еще влепить наверх было бы забавно где у нас стейрс были же где-то по-моему да вот стейрс а вот оно что так давайте вот так попробуем так почему быстро крутит не люблю когда в одну сторону только есть поворот а а ну ну что это вместе с этим будет плавать мне только вот одно интересно нет конечно конечно нет поэтому ну наверное и к счастью хотя возможно им кто то знает как то правильно строить здание на базе на базе плавающего дома кровать кровать друзья и тут надо много будет кроликов да судя по всему где эта кровать да очень тут трудно размещать все пойду собирать хотя бы палки кроликов не знаю уж как этом найду не найду но палки то мне надо конечно собрать так и камни заодно пригодятся пень аллах тут прилично я смотрю вот видите прям лес но вот эти вот поросли вот эта молодая она как раз говорит о том что это очень похоже на настоящий лес а вот там просто какое-то поле какой-то цветок полезный видимо и срубил все и моя катана вот тут что такое у нас какой-то очередной тут выступ гладкой скалы так и пора наверное уже перекусить только желательно бы еще кроликов наловить на эти копьяной возьмем да с такой выносливостью наловишь пожалуй кроликов прям из-под носу у меня ушел так поймал что лично так раз возьмем мясо мясо как раз на костре там приготовим да куда я кстати вышел то уж не пещера ли тут какая по-моему не был то особо вот это вот похоже было бы на пещеру но ничего тут нету и ничего нет так ну что ж из четырех шкур я добыл только одну пока а уже темнеет вроде поэтому надо срочно давайте сделаем вот что что есть я выпью баночку о белка это белка была не кролик а главное почему исключительно надо из кролика делать я вот совершенно не понимаю шкуру она и в африке шкура чем кроличьи не самая большая надо сказать да так двоих сразу бы хорошо ван хотя бы 1 сколько у меня так мясо достал так мясо достал ну все вот самое точнее а у меня у меня же ни одного не было но самое противное что наступает ночь и я остаюсь просто без этой без койки и не смогу спокойно спокойно переночевать кстати у меня же где-то были эти кроличьи нет я когда-то там собирал когда у меня были эти кроличьи много шкур но теперь нет неужели они меня там видят где-то издалека так ладно на рядом со мной с лодкой я ведь уже холодно становится покушаем п сухой до свежий Слушайте, а что я здесь тоже промокаю, что ли, под этой плод мокнет? Кстати, а что если я здесь попробую поставить хранилище для брёвен? Как-нибудь вот так его наверх, да, на крышу его положить. Одной палки не хватило, ну ладно. Так, ну что ж, покушаем сейчас, да, можно тогда попить из бурдюка, бурдюк наполним, вроде тут воды, да, о, вода набралась, отлично. И что ж, тогда давайте, наверное, на этом серию закончим, потому что уже тут время подошло. И продолжим следующую серию. Спасибо за внимание, это был DevForce, с вами был Григорий. До новых встреч, пока.